и наша вечная situation с этими запотевшими окнами в любое время года нас постоянно запотевают окна капец ну так вот доброе утро ребят у меня сегодня будет новый влог и я хотела вам показать наш апокалипсис у нас выпал снег и на улице он не тает на улице такая морозяка просто офигеть какая морозяка и вы себе не представляете это такой трешак в общем у нас тут апокалипсис а этот со своими замороженными запотевшими окнами все переживаю которые меня дико вымораживают эти как бесит потому что чтобы я не делала чем бы я их не обрабатывала постоянно будут вот такие вот запотевшие окна сейчас покажу реальность которая присутствует ну которая есть вчера стирала привет съемной квартире и так вчера первый раз попробовала вот этот вот порошок от персел премиум я показывала в покупках из магнита косметики если не смотрели данное видео ссылку конечно ставлю день будет здесь проходите смотрите там обзор того что я купила и стирала белые вещи потому что у меня упор идет всегда на белые вещи в основном на носки потому что я маньяк белых носков и я их очень сильно люблю то есть как бы в моем гардеробе вообще нет цветных носков но это мой фетиш да это знаете мой какой-то прямо не знаю бзик и я себе и супругу пытаюсь покупать даже супругу ребенку какие-то цветные носки но к примеру супруг у меня белые носки носит только в отпуске ребенок у меня их носит только летом и так как он ребенок в основном любит какие-то знаете там с аппликациями с какими-то там животными ну так вот я люблю белые носки у меня одни темные носки я вам показывал тоже как-то в своем stories во влоге который я покупала в магазине fix price но блин они прикольные теплые я хочу в общем их как зима сейчас закончится я их выброшу на этот фото возвращаясь к этому порошку что могу сказать вот в этом тазички есть носки которые совершенно недавно так скажем начались носить есть старые носки которые сереют которые темнеют но как бы они еще здесь да я еще не выбросила потому что я в них хожу дома ну вот да вот так вот да вот сейчас закидайте мне помидорами скажите что ты делаешь в общем носки которые ношу дома и еще пока не вижу смысла их выбрасывать вот я вам сейчас их покажу как они отстирались в общем этот порошок позиционирует себя как просто новое поколение чистоты и он должен безупречно удалять все пятна ну как как не на белых носках проверить работу любого порошка смотрите давайте с вами предметно разберем есть которые носочки он в принципе неплохо отстирал но есть носки которые вот видите они прямо серенькие какие-то вот этого вот вообще как бы плоховато отстирал вот есть какой-то серый-серый налет вот пример свежие носки которые я прям буквально вот только одевала они белые да то есть если вы покупаете какие-то новые носочки к примеру беленькая белая белая только свежая одежда вы одели постирали даже грязная если она была она в принципе будет чистенькая беленькая а если какие-то старые вещи уже такие да они собственно говоря будут в принципе отстирается но серый налет будет то есть нужно использовать белизну осталось ли я довольно этого порошка ну как бы я понимаю что нужно сюда добавлять какой-то отбеливатель чтобы было все намного белее свежее поэтому как бы особо особо пока что я 50 на 50 осталось посмотрим как дальше будет последующие стирки может быть там на вторую третью стирку будет более белая более чистая в общем посмотрим ну что собственно говоря вам показала и отдела сразу же белые носочки но вот так вот на камере они смотрятся прям беленькие беленькие да что такое ты жалуешься на свою кошачью жизнь да ты мой кот 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 опять сегодня у меня на голове сделал ночью гнездо всю ночь спал просто мне практически на голове и надо сейчас сделать маску для волос потому что но это невыносимо но убери свои причиндалы всем своим пролетарским происхождением хочешь залезть в кадр тарви иди сюда чудо чудо кошачье так что сейчас себе заварю свежий чайок и укусишь буду за усы тебя таскать у нас кот вообще дико не любит когда он что-то говорит на своем кошачьим а я не уделяю ему должное внимание и вот у нас сразу демонстративно нужно отвернуться я же не с ним сейчас а с вами и вот рассказываю о нем он отворачивается его так себя ведет и сейчас он будет долго-долго стоять а потом мявкнет а потом может меня еще укусить все независимый мужчина у меня тут разлегся независимый мужчина это я себе масочку сделаю на волосы тем более сегодня уже воскресенье и я целых несколько дней не делала ничего с волосами и так сегодня хочу сделать по стандарту быстренько маску на 40-30 минут у меня уже есть подготовленное масло которое разводила предыдущий раз вы смотрели во влоге и каюсь то что я еще не сняла свой обзор что я бодяжу как я в каких пропорциях добавляю вот это вот масло которое наношу полностью на корни и на длину иногда на корни я его не нашел на нашу только на длину сегодня я наверное сделаю полностью микс этот весь нанесу и на корни и на длину я оставлю наверное минут на 30-35 может быть 40 не больше но максимум час потому что любые масла они действуют блин приблизительно наверное час может быть 30 минут масла все компоненты проникают структуру волос а дальше это просто знаете ваше желание походить в этих шапочка хотя я знаю что некоторые производители пишут что масло можно оставлять на ночь до 12 часов но я не вижу смысла и кстати вот такие вот именно ночные масла как производители заявляют не знаю насколько это правда нет это конечно же кокосовое масло у меня здесь кстати есть масло парашют и масло а мы тоже что-то кто-то пишет именно от производитель что оставляйте на ночь и вот у вас все будет здорово все круто но я не вижу смысла потому что уж сколько лет а поверьте мне это наверное лет с 15 я стала пользоваться маслами 30 минут 30-40-60 минут и все нужные компоненты волос проникают и все хорошо это сейчас мои волосы они в таком состоянии когда мне нужно просто в них очень много вкладывать и изнутри и снаружи потому что я уже много раз говорила с 2017 года по сегодняшний день и вот буквально недавно в фир в начале февраля у меня проходили курсы антибиотиков которые достаточно жесткие первое на что влияет естественно антибиотики принятие каких-либо медикаментов серьезных это кожа волосы ногти ваша микрофлора и кстати да сразу же могу сказать забегая вперед никогда ни при каких обстоятельствах не смешивайте микрофлору кишечника с вашим состоянием кожи и волос потому что микрофлора кишечника отвечает в принципе за общий иммунитет состояния организма а вот то что творится с вашей кожей то что творится с вашими волосами это немножечко уже другие этапы поэтому фильтруйте то что вам говорят многие то что там кишечники все на свете то есть как бы вот так все ребят больше не когда пошла быстренько делать маску потому что еще множество сегодня разные зрители а у нас появились уже вербочки ну фокус то где вот они стали появляться чисто случайно заметили апча обалдеть но все значит весна идет это однозначно смотрите это правда классно красивые не обычно на самом деле так необычно то что сейчас на улице холодно потому что в это время мы уже обычно ходим ветров очках но февраль какой-то стал опять же слова необычное мы пошли в магазин мне кое-что нужно прикупить из продуктов для того чтобы приготовить на улице ветерок достаточно свежо но мы чешем благо что уже начинают тучки расходиться кирилл давай руку начинают точки расходиться более-менее солнышко стало показываться но из этого тоже можно извлечь плюсы потому что я вовсю добиваю аккорда ухода с кислотами это прям мне плюс на самом деле а так уже хочется солнце тепла чешет 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 надулся как мышь на крупу говорит мама поснимай меня мне муж говорит не смей снимать ребенка вот как мне с парнями со своими договориться что все было будет все такие характерные то чем занимается мы решили погулить дарвина точнее кирюха решил но пользуемся моментом когда снег еще есть кирюха на шлейке держит этот к елке пошел куда пошел код иди сюда дарвин иди ко мне пришибленный мой все последние аккорды зимы пипка такая красная кто это тут красной пипкой а представляешь как коты на улице дарвин будешь да это муж слышал что тебе сказал хозяин слышал что сказал хозяин будешь выделываться отправим на улицу мышей ловить дамы горностай да есть парень и кот кис 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 Все, по-моему, осваился. Мне надо борщ еще готовить. Блин, а время 9 часов. Но я уже все приготовила, чтобы борщ сварить. Кирилл, будем борщ готовить? Не дай мне погулять. Санчатку. Чудо-чудо-чудное. Начала я все-таки готовить борщ. Решилась его сварить, потому что уже все заготовки были приготовлены. Капуста уже спустила, на очереди картошка и зажатка. Так что, буквально, наверное, минут 40 и суп будет готов. Так что, да, как-то вот так. У меня в графинчике кончилась вода. Нужно исправлять это дело, потому что очень-очень хочется пить. Ребят, подскажите, сколько воды в день вы пьете? И вообще, как относитесь к этой новой моде пить очень много воды? Либо вы пьете воду именно по потребности? Я отношусь сразу же, отвечая на вопрос, собственно, свой поставленный. Я лично пью воду по потребности, ни больше, ни меньше. У меня нет вот этого дикого фанатизма пить много-много воды, потому что от этого типа худеешь. У меня немного другое так. Все, у меня тут закипает. Пора скидывать картошку и все последующее. Все, пошла дальше готовить. Я решила, пока варится борщ, сделать себе массаж, успевать. Потому что у меня сейчас там парни, пока занимаются вычесыванием кота, все еще у меня там варится борщик. И у меня есть целых 5 минут, 5-10 минут на себя, когда меня не будут кричать и ничего от меня не будут требовать. Там подай мне вот это, либо где у меня лежит вот это. В общем, своих ребятишек, самого старшего и младшего я пристроила. Они у меня увлечены занятием, заботой за котом. То есть муж и сын у меня сейчас увлечены занятием за котом. А значит, есть время для мамы. Я сегодня хочу сделать вот это. Так. Походу, у меня уже мужики порастыкались. Я не успеваю делать. Парни, вы еще не доводится, Оликота? Вычесывайте. Прочешите вы еще раз. Хочите. Та-дам. Что-то, короче, я преувеличила, что на 10 минут у меня есть свободное время. Ну ладно, буду что-то придумывать. В общем, после этой щетки хочу сегодня еще пройти скрабом от бренда Рише тоже. Я вам сейчас его покажу. Это вот этот вот скрабик у меня с ароматом мандарина. На что я не очень люблю. Именно аромат мандарина в косметике. Вот этот аромат, вот именно вот в этом скрабе аромат мне понравился. И да, вот как скраб, вот именно как скраб для тела. Вот такой, что прям супер-пупер. Я не могу назвать вот этот скраб, что он какой-то классный. Но в нем здесь присутствуют масла. И после вот этого, вот этой вот щеточки, кстати, используя вот этот вот скраб, очень даже неплохо питает кожу, как ни странно. Да, вот вроде бы скраб должен скрабировать. А вот этот скраб, он, хотя в нем достаточно абразивные частички, я вам сейчас их покажу, он как-то не так сильно скрабирует, что ли, я не знаю. Так, будет видно, нет? Та-дам. Вот видите, он достаточно крупненький. И здесь есть еще гималайская соль. Ну так вот, что хотела сказать. Этот скраб, вот лично по мне, он вроде крупный, вроде бы скрабирует, но как-то вот за счет того, что здесь присутствует достаточно очень масел, либо он очень сильно пропитался маслами, либо тут технология какая-то такая. Но он не доскрабирует, но очень хорошо питает кожу. В общем, девчонки, у кого сухая кожа, и вы вот знаете, как змейка такая, знаете, становитесь, и вот вам нужно постоянно питать и скрабировать кожу, думаю, вот такой вот именно скраб вам будет очень даже в помощь. Хотя, хотя все индивидуально, вот, но я его буду использовать именно после этой щетки для того, чтобы после жесткого массажа, знаете, хорошего отшелушивания, просто хорошо напитать кожу. У меня есть еще один скраб, я вам сейчас тоже его покажу. Здесь закрома стоит, это скраб от, ой, скраб от бренда Дары Лето. У меня его осталось тут совсем чуть-чуть, буквально на разок. Знаете, этот скраб очень сильно понравился мне с первого раза. И когда я ездила к своим родственникам в Курган, хочу сказать одно. Моя сестра осталась от него в таком восторге. Она мне говорит, Ира, я хочу этот скраб. Скажи, где его купить, либо купи мне, пришли мне, я тебе там это озолочу тебя. Так что да, ей очень понравилось. Кстати, также моей сестре очень понравилось. И я скоро сниму обзор на вот эту масочку от бренда Эксфолиан, от бренда Рише. Тоже осталась довольна. Она говорит, как бы да, достойная вещь. В общем, у нее возрод, ну, ей уже 39. И ей понравилось эта масочка. Она сказала, что очень хорошо работает на такой коже, кому 39. Так что, девочки, если и среди вас есть девочки, кому 39 и выше, присмотритесь вот к этой вот масочке. Она с черной глиной. Клинансер называется. Она должна глубоко очищать. В принципе, у моей сестры сухая кожа, суховатая такая. Ей подошло, понравилось для использования один раз. Так что да, чтобы далеко не отходить. Я тоже показывала, кстати, эту щетку своей сестре. Она мне сказала, Ирин, ты всегда была мазохисткой. Всегда у тебя какие-то процедуры, сколько тебя помню, какие-то прям такие жестковатые. Ну да, и знаете, я раньше, я раньше, наверное, вот, ну, лет с 14, да, наверное, лет с 14 всегда ходила в баню. У нас была своя баня, но она сейчас до сих пор, эта баня стоит. Я всегда ходила с огромным тазиком разных масок, скрабов, всего-всего, чего только можно. Поэтому, девочки, именно бьюти-тема. Уход мне близок с 14 лет, и я тут вам уже в свои 30 лет вещаю не просто так, а уже с, знаете, как бы 16-летним опытом, да. Так что вот так. У меня аж там суп! Все, девчонки, побежала. Ну что, наступил этап именно ухода за кожей лица. И сегодня у меня, я вам покажу свой вечерний уход, что я сегодня буду делать, с чего я начну. Сейчас пойду в душ и хочу сказать то, что у меня, наверное, будет минимальное количество наборов сегодня баночек, но при этом это будет не 5-минутный уход за лицом. Ну так вот, насмотревшись корейских, европейских, различные этапы очищения, ухода за кожей, лицом, много чего пересмотрела, перелопатила, пытаюсь для себя лично выбрать те этапы очищения, увлажнения, питания кожи, которые подходят индивидуально мне, что и вам советую. Когда вы смотрите различных блогеров, просто индивидуально все для себя аккуратненько подбирайте, не нужно тупо следовать каким-то указаниям, просто для себя все лично. Я сейчас перехожу именно, тестирую, пробую формат очищения, именно, так скажем, начало с гидрофильных масел. Гидрофильное масло уник, у меня есть уже обзор подробный на канале об этой марке, я, конечно же, ссылочку оставлю, скорее всего, в инфобоксе, проходите, смотрите, я подробненько рассказываю там о каждом продукте. Я думаю, для вас это видео будет тоже полезным, если вы любите ухаживать за собой, за своей кожей. Ну так вот, первый этап очищения у меня сегодня будет с помощью гидрофильного масла от бренда Unix Calendula. Я могу сказать то, что гидрофильное масло, которое меня покорило, именно количеством своих полезных ингредиентов в своем продукте. Скоро я сниму видео о всех гидрофильных маслах, расскажу свое мнение о нем, о них точнее, и нужны ли они или нет. Я вот сейчас как раз плотненько этим вопросом занимаюсь. Ну так вот, гидрофильное масло, первый этап это гидрофильное масло от Unix. Для того, чтобы оно начало действовать, нужно, чтобы оно на лице побыло минимум 2 минуты, поэтому это не трехсекундный уход. После гидрофильного масла я использую сегодня вот этот вот гель от Bio Beauty. В общем, мне он очень нравится, он у меня заканчивается, он не дешевый, я его прям экономлю, и когда он мне попал в руки, я поняла, что это крутая вещь, я аккуратненько, точнее, экономненько им пользуюсь. И вот у меня осталось буквально еще на несколько применений, и нужно покупать новую. Это гель, который глубоко очищает, и он тоже абсолютно натуральный. Здесь разные минералы, у меня тоже есть обзор на данный продукт в инстаграме. Проходите, подписывайтесь на мой инстаграм, там все подробненько, минутный обзор я для вас снимаю, для того, чтобы я была вашей виртуальной, так скажем, подсказщицей в вашем кармане, в вашем гаджете. Если вы что-то выбираете, и вы сомневаетесь, возможно, вы что-то найдете у меня на странице, и мой обзор будет для вас максимально полезен. И да, еще хочу сделать две маски, но еще думаю, какие сделать. Либо Jurassic Spa, грязевая маска для всех типов кожи, она увлажняет, регенерирует, тонизирует кожу. Либо вот эту маску от Reche, она эксфолиант тоже очищает хорошо, и на нее тоже скоро будет у меня обзор на моем канале. Здесь у нее достаточно неплохой состав, на мой взгляд. Точнее, я еще сильно в него не углублялась, но на первый взгляд очень даже неплохой. Так что вот такой сегодня у меня плановый уход за лицом. Уход за телом я вам уже показала, у меня сегодня жесткий рейд по моей попе, ногам, телу. Сегодня у меня супер пилинг и питание кожи, поэтому да, все, пошла вы тоже. Бу! Страшно? Я только что сделала масочку от бренда Jurassic Spa, грязевая скраб для всех типов кожи. У меня стирает машинка, и я не могла не заснять вам сей процесс. Эта масочка, у меня на нее есть подробный обзор в моем инстаграмме, ских9970. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграмм, чтобы не пропустить свежие посты. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. И, кстати, у меня есть видео о топ моих любимых масок для лица, для проблемной кожи. И вот эта вот масочка, безусловно, там есть, потому что она очень-очень крутая. И я ее дико-дико люблю. Она у меня уже заканчивается, ее тут осталось еще, наверное, раза на два. И все, нужно будет заказывать, покупать новые. Но перед тем, как наносить эту маску, блин, нужно обязательно хорошенечко распарить кожу. Я поняла, что именно после душа, когда я ее наношу, когда вот прям, знаете, кожа так хорошо распарилась, она намного лучше работает. Так что и плюсы этой маски еще заключаются в том, что после ее использования не нужно наносить никакой крем, никакой сыворотки, вообще ничего. И кожа очень круто себя чувствует. И, кстати, эта маска отлично повышает иммунитет кожи. Поэтому, если у вас проблемная чувствительная кожа, склонная к высыпаниям, ребят, присмотритесь к бренду Jurassic Spa. Она, вот это именно масочки, вот эти вот, они очень хорошо повышают иммунитет кожи. Я сейчас выжду свои 20 минут и буду ложиться спать. Поэтому буду заканчивать свой влог. И мы увидимся с вами завтра. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Не забывайте оставлять свои комментарии и лайки. Мне будет очень-очень приятно. Увидимся завтра. Всем пока-пока.